Виталий Жуков представляет На какую криптовалюту обратить внимание на этой неделе? У нас есть шесть вариантов. Visa добавит расчеты в стейблкоине USDC. Джастин Сан создал фонд для NFT-искусства дороже 1 миллиона долларов. Разработчики Ethereum решения второго уровня оптимизм отложили запуск основной сети. Вы на канале Виталия Жукова. Ньюсблок. Биткоин продолжает расти после того, как 25 марта он обновил локальный минимум на отметке в 50 тысяч долларов. Вслед за биткоином растут и альткоины. В ближайшие дни первая криптовалюта может обновить исторический максимум стоимости в 61 тысяча 800 долларов. Сейчас настроение на рынке вновь бычи. А объемы покупок опционов показывают, что инвесторы ждут к концу апреля курс биткоина на уровне 80 тысяч долларов. Следующим интересным активом на крипторынке может стать карданы, поскольку в ближайшее время могут состояться два важных события для проекта. Во-первых, блокчейн Flyer Networks примет решение об интеграции карданы. Во-вторых, уже в апреле может состояться хардфор Колонзо, который в перспективе позволит разворачивать на блокчейне кардана смарт-контракты. Все это положительно повлияет на котировки токена. К концу 2020 года XRP дешевел в 4 раза. Это было связано с иском комиссии по ценным бумагам биржам США SEC к руководству Ripple. Но как показали дальнейшие события, неясно, как будет действовать дальше регулятор. До 31 марта должен быть подан первоначальный запрос на предоставление документов. Вероятно, что представители SEC и Ripple прокомментируют это событие, что может сильно повлиять на котировки XRP. Стоит последить за лидерами отдельных направлений, особенно в секторе DeFi. Это проекты Polkadot и Uniswap. Укрепление биткоина подстегнет рост и других популярных монет, в особенности децентрализованной биржи Uniswap. Если объем торгов на ней вновь продолжит расти, то и спрос на токен усилится. Котировки Polkadot стабилизировались вблизи сильного уровня сопротивления. С технической точки зрения, момент прорыва или сильного отскока может произойти с 31 марта по 1 апреля. Инвесторы, желающие рискнуть дополнительно, могут обратить внимание на проекты рынка NFT, например Vax, который после коррекции набирает новую силу. Котировки альткоина могут вырасти еще в 2-3 раза с текущих отметок. Удобная и надежная криптобиржа, на которой можно торговать криптой, это CoreBTC.com. Я сам пользуюсь данной биржей уже полгода и доволен ее функционалом. Быстрые выводы, высокая безопасность. Сейчас криптобиржа CoreBTC.com активно набирает пользователей и в честь этого запущены сразу 3 еженедельных конкурса. Самый большой объем торговли, самые большие депозиты и самые прибыльные сделки за неделю. Итого 90 призовых мест от 1 до 10 эфиров на каждое призовое место. Поставьте прямо сейчас видео на паузу и я настоятельно рекомендую ознакомиться с конкурсом на сайте, ведь в них вполне реально выиграть каждому. Платежный гигант Visa и криптовалютный сервис Crypto.com запустили пилотную программу по интеграции расчетов в стейблкоине USDC от консорциума Центр. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Решения работают на блокчейне Ethereum. Представители Visa отметили, что они исключили необходимость конвертировать цифровой актив в Fiat для выполнения транзакции. Visa уже осуществила первую транзакцию. Crypto.com отправил USDC на Ethereum адрес платежного гиганта Encourage. Ранее компания раскрыла подробности криптовалютной стратегии, включающей в себя биткоин и другие криптовалюты, а также обеспеченные фиатом токены и стейблкоины. Основатель токена Tron Джастин Сан создал фонд для художников и произведения искусства в виде токенов NFT стоимостью от 1 миллиона долларов. По словам Сана, фонд соберет работу средней стоимостью в 10 миллионов долларов. Он также планирует нанять художника высшего класса в качестве главного советника. Джастин Ифтифан стремится стать первопроходцем, который будет регистрировать произведения искусства мирового уровня в блокчейне, заявил сам. Проект «Оптимизм», стоящий за разработкой Ethereum решения второго уровня L2, «Оптимистик Эфириум», отказался от запуска основной сети в марте. По словам разработчиков, первоначальный график развертывания контрактов был неработоспособным и застал многие проекты врасплох. Несогласованный прорыв в L2 без достаточной подготовки сообщества опасен. Команда заявила, что запуск основной сети состоится, предположительно, в июле. Окончательная дата зависит от стабильности и готовности экосистемы. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов презентовал собственные NFT-токены, привязанные к карточкам, которые будут выпущены в честь завершения его карьеры. Всего будет выпущено три вида карточек – золотая, платиновая и алмазная. Золотые карты ограничены тиражом 290 штук. Платиновых карт будет выпущено 29, а алмазная карта будет всего одна. Продажа NFT-токенов начнется в апреле текущего года. Все нераспроданные карты будут сожжены. Ripple купила 40% азиатской компании Tringla, специализирующейся на трансграничных платежах. Об этом сообщил SEO калифорнийской фирмы Brad Garlinghouse. Согласно пресс-релизу, Ripple планирует улучшить платежную экосистему в Юго-Восточной Азии, удовлетворить растущий спрос и расширить присутствие продукта в регионе. В рамках партнерства компании объединят свои знания для решения проблем, связанных с международными платежами, говорится в заявлении. Ранее Garlinghouse назвал азиатско-тихоокеанский регион основным рынком для RippleNet. Количество подписанных сделок за 2020 год выросло на 80% по сравнению с предыдущим годом. Глава Ripple также подчеркнул, что иск комиссии по ценным бумагам и биржам США СИК не отразился на работе компании в Азии. «В конце 2021 года в России начнут тестировать цифровой рубль, а через 2-3 года электронная валюта плотно войдет в расчеты», заявил глава Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Цифровой рубль – это высшая форма денег на данном этапе», – сказал Аксаков. Аксаков подчеркнул, что риск для держателей цифровых рублей минимальный, так как известен имитент, в отличие от криптовалют. Напомню, первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что цифровой рубль представляет собой абсолютно иное качество платежей. С точки зрения бюджетной сферы и социальных выплат. Не забудьте, что проводится очень жирный и прибыльный конкурс на криптобирже corebtc.com, где еженедельно проводятся конкурсы на 90 призовых мест. Ссылка на криптобиржу в описании под роликом.